МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, голубчики! А я уже вас заждался. Скорее рассаживайтесь и начнём. Я, профессор Павел Петрович Первопроходцев, всегда к вашим услугам и готов ответить на любой вопрос по такой земной и одновременно околоземной и подземной науке географии. Задавать вопросы следует по адресу Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, или на сайте телеканала Радость Моя. Ну, давайте-давайте приступим. Так, что здесь у нас? Так, Таня Козлова из Саратова пишет. Дорогой профессор, Осенью мы с бабушкой ходили в лес за грибами. Мы чуть не заблудились. Теперь мне интересно, как можно ориентироваться в лесу. Уважаемая Таня, с удовольствием расскажу о нескольких довольно эффективных приёмах. А пока запомни, отправляясь в лес, всегда уточняй, с какой стороны ты идёшь. С севера или с юга, с востока или с запада. Это необходимо для того, чтобы знать, куда следует возвращаться. Но даже если ты заблудилась, не теряй самообладание. Паника – наш самый страшный враг. А теперь о том, как ориентироваться на местности. Таня, голубушка, определить стороны света нам помогут обычные часы. Как это сделать? Показываю. Вот эта настольная лампа, внимание, у нас поработает с солнцем. Берём часы, располагаем их строго горизонтально на земле. Часовую стрелку направляем на солнце. В нашем случае на лампу. Направили. Находим на циферблате цифру 1. Вот эта цифра. У нас получился угол. Мы мысленно проводим бисектрису. Она укажет нам на юг. До полудня юг будет вправо от солнца, а после 13 – влево. Но даже если ты забыла часы дома, не стоит терять присутствие духа. Запомни, в полдень все тени направлены вдоль линии, идущей с юга на север. Она называется полуденной линией. Из-за того, что Земля движется не по кругу, истинный полдень – время, когда солнце стоит в наивысшей точке над горизонтом, не всегда приходится на 12 часов. Истинный полдень и полуденную линию можно определить с помощью обыкновенной палки. Ее нужно вбить в землю. Главное – условие палка должна располагаться точно по вертикали. Поэтому мы ее проверяем при помощи отвеса. Так, проверяем, проверили, подровняли. Отметим камешком место, где кончается тень от шеста. Берем шнур. Привязываем его к палке. И как циркулем чертим на земле круг. Чертим. Начертили. А теперь внимание. Тень от палки сначала будет сокращаться, а потом расти. Вот. И когда она коснется нашей окружности, отметим это место другим камнем. Затем проведем черту, проводим черту между камнями. найдем ее середину и соединим с палкой еще одной чертой. Вот и все. Мы с вами получили полуденную линию, которая указывает на юг. Как видишь, дорогая Танюша, сориентироваться по сторонам света без компаса довольно просто. Удачных тебе лесных прогулок, а я перехожу к следующему письму. Так. Ваня Жуков из Чехова задал очень интересный вопрос. Судите сами. Павел Петрович, а вы знаете, кто и почему дал такое название мысу Доброй Надежды? Голубчик Ванечка, это очень старая история. Но прежде чем приступить к рассказу, напомним. Мыс Доброй Надежды находится на 34 градусах 21 минуте южной широты и 18 градусах 28 минутах восточной долготы. О, это замечательное место. Здесь береговая линия Африки поворачивает на восток, открывая проход из Атлантического к Индийскому океану. Ну, а теперь вперед на корабли Бартоломео Диаша, величайшего из португальских мореходов, бороздивших моря в 15 веке. Итак, август 1487 года. Натужно скрипят мачты, шелестом расправляются паруса, ловя попутный ветер. И вот три каравелла покинули Лиссабонскую гавань. Цель экспедиции найти морской путь в Индию и обнаружить благословенное царство приесвитера Иоанна, расположенное где-то в дебрих Африки. Корабли Диаша благополучно достигли континента и двинулись вдоль его берегов. Но вскоре поднялся шторм. 13 суток моряки боролись с непогодой. За это время корабли отнесло в сторону. Вокруг мореходов простиралась водная гладь без единого признака суши. Диаш приказал идти к востоку. Шли дни. От припасов осталась пара горстей сухарей, но самое страшное заканчивалась пресная вода. Но португальские моряки отважно продолжали плавание. Каравелам противостояли и течения, и ветры. Африка не торопилась открывать свои секреты. Мало-помалу корабли добрались до устья большой реки. Но человеческие силы не беспредельны. Команда отказалась продолжать поход. В самом преддверии Индийского океана Диашу пришлось повернуть корабли назад. Но Бог был к нему добр. Словно в утешение перед капитаном поднялся великий мыс. Диаш придумал ему название. Но какое? Некоторые уверяют, что он назвал его мысом Буэ. Но Христофор Колумб считал, что именно Диаш подарил мысу имя доброй надежды. Вот такая история у отважного морехода Бартоломеа Диаша, человека, который открыл мыс доброй надеждой и обнаружил проход из Атлантического океана в Индийский. Обнаружил, но не воспользовался им. Современники писали, что Диаш видел землю Индии, но как Моисей в обетованную землю не вошел в нее. На этом я завершаю свой рассказ, и мы отправляемся. Так, 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 куда же мы отправляемся? Нам подскажет письмо Игоря Снегирева и Зольгина. Наша семья собирается в отпуск в Непал. Павел Петрович, на каких зверей можно посмотреть в этой стране? О, друг мой, Игорь, Непал удивительная страна. Но тебе, как любителю животных, рекомендую посетить Королевский национальный парк Читван. Находится он вот здесь, в этой точке. 27 градусов 30 минут северной широты и 84 градуса 20 минут восточной долготы. Так, 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 а где же мой верный рюкзак? А, нашел, вот он. Голубчики мои, мы с вами спешим навстречу с дикой природой. Читван в переводе с непальского означает сердце джунглей. Он издавна был охотничьей резиденцией королей. Парк занимает огромную территорию в 932 квадратных километра, почти полностью покрытую джунглями. Нет-нет, да и встретится в густом тропическом лесу живописная речка или озерцов, в воде которых нежится семейка солидных носорогов. С тех пор, как 35 лет назад Читван объявили заповедной зоной, толстокожий чувствует себя здесь абсолютно безмятежно. Климат в парке куда более мягкий, чем в горах. Здесь можно полюбоваться не только папоротниками, милианами и баньяном. Неизменным успехом у европейских туристов пользуется слоновья трава. Она достигает 8 метров в высоту. На таком лугу несложно и заблудиться. Возможно, именно поэтому в парке предпочитают устраивать экскурсии на слонах. Со спины серого гиганта туристы никуда не денутся. Кроме того, слоновий запах перебивает запах человеческий и обитатели Читвана не обращают на людей никакого внимания. Можно подъехать к ним вплотную. Один из самых впечатляющих аттракционов парка Крокодили пляж. Обратите внимание на вон того чешучатого парня. Такое впечатление, что его глаза видели еще сотворение мира. Двухчасовая прогулка по джунглям Читвана заканчивается на слоновой ферме. Если повезет, то вам разрешат погладить такого малыша или угостить чем-нибудь вкусом. До новых встреч! Краса и гордость Непала Королевский национальный парк Читван. Ну, что ж, сегодня мы многое узнали. Мы выяснили, как не потеряться в лесу, кто открыл мыс доброй надежды и посетили Королевский национальный парк Читван в Непале. Насколько всего нас ждет впереди? Если ты хочешь задать свой вопрос, то пришли его по адресу Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал Радость моя, профессору первопроходце ВУП или оставь его на сайте телеканала www.radostemoya.ru Я обязательно отвечу в нашем эфире. С вами был профессор Павел Петрович первопроходцев. До скорой встречи. Прошу вас, смотрите вокруг, удивляйтесь разнообразию и красоте Божьего мира. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова